Новый уровень доступности в этом году наша республика включилась в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Как работает программа в столичном центре детского творчества, узнавала Юлия Важенина. Говорят и даже танцуют. Оживлять различных персонажей учат в кружке компьютерная анимация. Кирилл Игнатьев секцию себе выбрал сам. В кружок ходит уже месяц. Мне очень нравится заниматься в студии анимацией. Мы здесь создаем мультики. Я успею нарисовать колобка и птичку, и они умеют двигаться уже. Мама Кирилла отправила сына в кружок с помощью бесплатного сертификата. Его она получила после электронной регистрации на портале «Навигатор» дополнительного образования Чувашской республики. Портал «Навигатор» очень удобный, потому что сидя дома, любые родители могут получить информацию о любом творческом объединении. Там есть информация о том, какие творческие объединения в этом образовательном учреждении, с какого возраста педагог принимает детей, чем они занимаются. То есть даже о загруженной программе и с планом на следующий учебный год. То есть у родителей исчерпывающая информация о том, чем будет ребенок заниматься в течение всего года. Зарегистрироваться можно как с телефона, так и с компьютером. Для этого нужно зайти на портал «Навигатор.Дети». Видео-уроки «Как получить сертификат» по шагово показанной действиям. Какие преимущества и плюсы мы видим в этой системе? Во-первых, это доступность дополнительного образования. Очень часто мы слышим, что родители с возмущением, негодованием говорят о том, что нет бесплатных кружков в секции, не могут записаться, не могут никуда попасть. Теперь же через данный документ, через данный сертификат можно записаться абсолютно в любой кружок или секцию, что в нашем городе, что в другом муниципалитете, что в любом уголке Российской Федерации. Сейчас сертификат номиналом 1300 рублей. Действует он до конца календарного года и рассчитан на один кружок. Пользоваться сертификатом могут дети, начиная с пяти лет, а с 14 они могут и сами регистрироваться на портале. Как, например, Катя Костина. В Центре творчества она посещает сразу три кружка. Один из них – вокальный по сертификату. Катя Костина. И там уже записалась на кружок. Если же у родителя или ребенка не получается самим разобраться в системе «Навигатор», на помощь приходят методисты Центра творчества. Не все родители могут зайти. У них возникают проблемы с тем, что они не помнят свою электронную почту. Они не знают пароль от электронной почты или они его забывают. Тогда они обращаются к нам. Мы их принимаем. Мы вместе с ними заходим как родители. И вместе с ними мы подсказываем, как найти необходимое объединение и как отправить заявку. За последний месяц, мы работаем уже целый месяц с родителями, мы приходят в принципе каждый день. Когда они приводят детей на наши занятия, один, два, три родителя заходят к нам в кабинет, чтобы с нашей помощью с этим справиться. Пока в системе 200 направлений дополнительного образования. А это 4000 кружков и секций. Проект пока пилотный, поэтому в структуре только так называемые бюджетные кружки. Но с 2020 года в этот перечень войдут и частные. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.